Что только не придумает для безопасности маленьких пешеходов. Такие мигающие знаки установили недавно в областном центре для привлечения внимания водителей к пешеходным переходам возле школ. На четырех участках уличной дорожной сети города Иваново в районах расположения образовательных учреждений были установлены знаки с инновационными средствами организации дорожного движения. Это улица Академика Мальцева в районе расположения школы номер 22. Это улица Танкиста Белоросова в районе расположения школы номер 7. Это улица Ташкентская в районе расположения школы номер 8. И улица Академическая в районе расположения школы номер 63. Знаки соответствуют ГОСТу, однако новшество не всем пришлось по душе. Координатор Федерации автовладельцев России Илья Пегалкин нашел в таком переходе значительные недостатки. Когда я видел первый раз эти конструкции, я думал, что на многообразных опорах у нас будет освещение, которое будет работать непосредственно на пешеходный переход. Вы видите, освещение на пешеходный переход никакое не попадает. Далее. Значит, для привлечения водителей используется опор тип 7. Это вот то, что у меня выглядит. Зачем у нас мигающие еще дополнительно здесь 8 знаков, которые мигают с такой частотой, что человеческий глаз не выдерживает и отводит в сторону человека. Я тоже не знаю. Есть и другое мнение. Частота мерцания новых лампочек привлекает внимание к переходу. Светодиодное освещение пешеходных переходов издалека привлекает внимание водителя. Уже концентрирует внимание, что-то необычное впереди происходит. Поэтому стараешься уже присматриваться к знакам, когда поезжаешь поближе. Я считаю, что это очень здравое решение и очень полезное. Новые переходы должны сократить количество ДТП с участием детей, особенно в темное время суток. Однако это только частичное решение проблемы. Далеко не все участки дорог освещены даже в районе школ. Разглядеть в полумраке пешехода здесь довольно сложно. Анастасия Бриолина, Денис Денисов, РТВ Иваново.